Добрый вечер, в эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. Под Красноярском на месте ферросплавного завода хотят построить полигон для сжигания промышленных отходов. Повторится ли история Шиеса в Сибири? Убивали тут у нас. Убийство часто было. Банда подростков держит в страхе все село. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться в происходящем после жестокого изнасилования и убийства ребенка. Эксклюзивный репортаж из села Нижняя Коя. Красноярские рестораторы выступили за отмену ограничений и написали открытое письмо Александру Уссу. А компании, вошедшие в список пострадавших отраслей, так и не получили обещанную помощь. По фамильной списке и скриншоты писем, которые рассылает Назаровская мэрия. Как бюджетников принуждают идти на голосование? Под Красноярском на месте ферросплавного завода хотят построить полигон для сжигания промышленных отходов. Эксперты считают такую постройку экологической катастрофой. Слушания по строительству уже идут, но прийти на них нельзя. Из-за коронавируса они проходят в онлайн-режиме. О том, кто стоит за строительством полигона и может ли ситуация привести к протестам, как в Шейсе, расскажет Дмитрий Шкузин. То у нас тут было кладбище, нужно было срочно его сделать с крематорием, слава богу, умер проект. То нам там нужно было завод построить ферросплавный, то тут был еще один сомнительный проект. Андрей Болсуновский – владелец фермы «Коза Дереза». Это недалеко от нее хотят установить полигон для промышленных отходов. Такому возможному соседству бизнесмен, конечно, не рад. Место, куда красноярцы и он сам приезжают спасаться от черного неба, может оказаться под тоннами опасных химикатов. Предприниматель помнит, как вместе с красноярцами в 2011 году отбивался от завода ферросплавов. А теперь история повторяется, говорит Болсуновский. То, что хотел совершить эта команда, я считаю, что это просто геноцид на самом деле народа, геноцид города. Потому что, ну и то, что сейчас на самом деле происходит со всей вот этой недосказанностью, недоинформированностью населения, я считаю, что вот эти вот информационные проколы, которые сегодня никак не должны допускать в этой вот нервной ситуации в стране, власть никак не должна допускать по отношениям собственного народа. Новость о том, что недалеко от города появится полигон, стала шоком для всех красноярцев. Оно и понятно, сообщение об этом скромно появилось на сайте Емельяновского района. Все может и прошло бы без внимания, если бы материал не заметили общественники, которые подняли тревогу. Согласно документам, в земле могут оказаться до 10 тысяч тонн отходов в год. При этом только половину отходов обезвредят и утилизируют. Общественники уверены, полигон в том виде, в котором он представлен сейчас, это экологическая катастрофа. Они на сегодняшний день говорят, что да на самом деле мы хотим спасти город Красноярска, то, что вы тут все завалены промышленными отходами. На что мы и говорим, что представьте публично проект, презентуйте его. Если вы говорите, что там какие-то новые технологии, как сейчас можно говорить, наилучшедоступные технологии, которые применяются в развитых странах, так мы хотим их увидеть. Эксперты хотят их оценить. Построить полигон планируют вот на этом месте. 10 километров до Красноярска, 4 километра до Сухой Балки. Вокруг другие дачные поселки, где живут тысячи людей. Недалеко находится ферма, куда красноярцы приезжают за покупками или просто отдохнуть. Вокруг тысячи берез и сосен. И здесь хотят установить мусорный полигон. По предварительным данным, он займет территорию в 230 тысяч квадратных метров. Для сравнения, это как 31 футбольное поле. Хранить здесь будут отходы второго класса. Это аккумуляторная кислота, щелочь и свинцовые опилки. По общей классификации опаснее только ртуть и радиоактивный полоний. Строительством полигона займется Томская АО «Полигон». Как оказалось, организация еще в апреле прошлого года арендовала в Емельяновском районе два земельных участка. У многих возник вопрос, каким образом Томскую компанию занесло в Красноярск. Согласно открытым материалам, 79% акций АО «Полигон» принадлежит московскому ООО «Компания «Полигон», владельцем которой, в свою очередь, является Олег Митваль, бывший замглавы Росприроднадзора. Техническое задание для «Полигона» составила красноярская компания «ТСИЗ». Она же занимается и красноярским метро. Там у Митвалья 55% акций. Новостям ТВК он рассказал, что готов отказаться от сжигания отходов и заниматься только обезвреживанием. Первое, сразу четко и совершенно ответственно заявляю, мы убираем всю термическую обработку. Если не надо, мы деньги вкладывать не будем. Второе, в настоящее время в Красноярске нет ни одного цивилизованного объекта размещения, потому что его даже проект никто не обсуждает. Мы собираемся обезвреживать отходы третьего, второго и четвертого класса. Мы собираемся работать с батарейками, с люминесцентными лампами. У нас целое предприятие в Чебоксарах, которое всю линейку оборудования делает. В Краевом Минэкологии уверяют, второго «ШИИСа» в Красноярске не случится. Полигон находится даже не на этапе проекта. На общественные слушания вынесли проведение оценки воздействия на окружающую среду. По словам министра экологии края Павла Корчашкина, у людей есть и еще будет возможность высказаться за или против полигона. Мы живем в большом городе, в большом регионе промышленном. Мы образуем промышленные отходы. Их нужно где-то размещать. Где? Это, конечно, должны решить прежде всего жители. Если дело дойдет до окончания проведения оценки воздействия на окружающую среду, будет еще один этап, когда с жителями будет согласовываться, собственно, уже сам проект. Из-за коронавируса все слушания в Емельяновском районе проходят в онлайн-режиме. Они продлятся до 29 июня. Предложения и замечания людям предложили слать на электронную почту или письмом по адресу Емельяновской администрации. Общественники заявили, что в любом случае потребуют повторные слушания, но уже в формате живого общения. Дмитрий Шхузин, Николай Чистяков, Новости ТВК. Завтра в Красноярске после длительного перерыва открываются столбы. Правда, пока частично это четыре маршрута, на которых можно будет заниматься спортом и гулять. Остальная часть парка пока закрыта. Как говорят в пресс-службе, столбов сделали это для безопасности посетителей. Дело в том, что на других маршрутах есть риск падения сухих деревьев и вероятность встретиться с дикими животными. Напоминаем также, что с 1 апреля закрыт участок туристического маршрута от 1 до 3 столба. Для обхода аварийного участка есть альтернативная тропа до снятия всех ограничений. Также закрыты туристические и сервисные центры, торговые павильоны и гостевой городок. Многие красноярцы этого события ждали с нетерпением, ведь остров Татышев и другие парки уже давно открыты. И вот, наконец, настала очередь столбов. Ну и сейчас свежая статистика по коронавирусу. Четверо жителей края скончались от инфекции за последние сутки. Это официальные данные оперативного штаба. Погибшие – это двое мужчин и две женщины в возрасте от 70 лет. Таким образом, за все время эпидемии жертвами COVID-19 у нас стали 75 человек. Новые случаи заражения за сутки выявили у 156 пациентов. Общее число случаев заражения в крае – более 7 тысяч. Число выздоровевших за день увеличилось на 59 человек. В целом по стране коронавирус за сутки обнаружили почти у 8 тысяч человек. Всего зафиксировали 561 тысячу случаев COVID. И 182 человека скончались за последние сутки. Всего умерших 7660 человек. Девногорских медиков заставляют молчать. После того, как медработники пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат, их попросили подписать договор о неразглашении. Его текст опубликовал в соцсетях депутат Девногорского гурсовета Николай Сатаров. По этому договору работникам запрещается распространять любую информацию, относящуюся к роду деятельности учреждения. И это правило будет действовать еще год после увольнения. В противном случае составители угрожают уголовным и административным кодексами России. И еще один пункт этого договора гласит о том, что сотрудник обязан сообщать руководству о попытках посторонних лиц получить информацию. Заодно нарушение этого договора предполагается увольнение по инициативе работодателя. Подписать документ требует от сотрудников главврач и член Политсовета местного отделения Единой России, бывший министр здравоохранения региона Виталий Денисов. В Министерстве здравоохранения сегодня пояснили, что сейчас рассматривают этот договор на предмет законности. Очередной конфликт из-за несоблюдения масочного режима произошел в Красноярске накануне. Началось все банально в 53-м автобусе. Кондуктор попросил пассажира надеть маску, на что тот ответил крайне агрессивно, начал угрожать и пытался выбить стекла ногами. Конфликт на этом не закончился. Вскоре пассажир сказал, что убьет любого, кто к нему подойдет. Ведь он, цитирую, сидел за убийство и еще отсидит. Сегодня полицейские нашли агрессивного пассажира. Им оказался 41-летний красноярец, который объяснил свое поведение личной неприязнью. Мужчина также сказал, что хочет попросить прощения у женщины, которая испугала таким агрессивным поведением. Она ехала в этом автобусе. Полицейские продолжают проверку, по итогам которой будет понятно принято решение о наказании. Карантин перед встречей с президентом. 80 ветеранов, которые будут находиться рядом с Владимиром Путиным на параде победы, отправляют на двухнедельный карантин. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Издание пишет, что ветеранов вывезли на курорт за пределы столицы. Однако источники Эхо Москвы в оргкомитете парада заявили, что ветеранов никуда не увозили. Якобы их просто попросили оставаться дома. Такая мера должна снизить риск заражения коронавирусом как для Путина, так и для самих ветеранов. Напомню, что парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве на Красной площади 24 июня. Накануне в столице уже провели репетицию, которая собрала немало зрителей. Корреспонденту телеканала «Дождь» москвичи рассказали, что коронавируса они не боятся. Все равно уже многие ездят на работу и основные ограничения сняли. Людей в масках практически нет. Возможно, горожане просто устали. К слову, в этом году парад будет одним из самых дорогих. Издание «Бэлл» посчитало, что на него потратят 1 миллиард рублей. Это рекордная сумма. Для сравнения, прошлогодний парад в столице обошелся в два раза дешевле. Президент России Владимир Путин обратится к россиянам с обращением о поправках в Конституцию. Это произойдет в один из дней между парадом победы и основным днем голосования 1 июля. Возможные даты 29 или 30 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника. По данным издания, президент хочет еще раз лично разъяснить смысл поправок. Кроме того, в преддверии голосования у главы государства запланированы важные совещания, посвященные поддержке граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Напомню, голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. За шесть дней до этого граждане смогут проголосовать дистанционно на дому или на выездных участках. В Назарове явку на голосование 1 июля должны обеспечить бюджетники. Об этом сообщила журналист Юлия Стрельникова у себя на странице в Фейсбуке. Она отметила, что руководители бюджетных организаций должны отправить на выборы определенное число сотрудников. И цитата «Люди пойдут исполнять указания, а потом, сидя на кухне, будут рассуждать, как плохо живется». Позже в СМИ появились скриншоты писем, которые рассылает местная мэрия. Вот, например, текст, в котором администрация города Назарова просит водоканал составить пофамильный список сотрудников с указанием дня, в который каждый пойдет голосовать. Новостям ТВК в Назаровской администрации сегодня обещали прокомментировать эту рассылку, но затем перестали отвечать на телефонные звонки. Тогда мы обратились за комментарием в Крайсберком. Председатель Крайсберком Алексей Подушкин отметил, что пока о нарушениях в Назарове не сообщалось, но добавил, что такая рассылка может быть распределением людей по дням, чтобы не создавать толпы на участках. Однако настаивать на голосовании в конкретный день никто не имеет права. Это может быть лишь рекомендацией. Отмечу, ранее федеральные СМИ сообщали, что бюджетников столицы также принуждают идти на голосование, но Центр Крайсберком эту информацию опровергал. Указ Путина о голосовании 1 июля хотят оспорить. Верховный суд подали несколько исков против указа президента о голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает Интерфакс. Принятие одного из исков суд уже отказал. Автором второго выступает депутат Мосгордумы Евгений Ступин. По его обращению ответа пока нет. Добавлю, что в марте Верховный суд уже отказывал в попытке оспорить распоряжение о голосовании. Тогда иск подавал член одной из московских участковых комиссий Александр Артемьев. Он утверждал, что избиркомы занимаются организацией проведением только выборов и референдумов. А следовательно, возлагать на них обязательство проводить общероссийское голосование незаконно. Однако Верховный суд не увидел нарушений противоречий в распоряжении Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Тогда в принятии иска отказали. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах убийства в селе Нижняя Коя Шушенского района. Там, напомню, банда подростков изнасиловала и убила 12-летнюю девочку. Позже выяснилось, что в 2019 году мама убитой школьницы уже обращалась с заявлением о том, что ее дочь изнасиловали. Однако в местном следкоме решили дело не возбуждать, ведь юноша, который теперь стал фигурантом дела об убийстве, тогда еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Не раз жаловались на подростков и другие местные жители. По их словам, молодые люди устраивали грабежи и нападали на людей. В общем, держали в страхе всех жителей села. Сегодня в Нижней Кое весь день работала наша съемочная группа. Виталий Поляков расскажет, что удалось выяснить. Мы сейчас в поселке Нижняя Кое, как раз та самая игровая площадка, где свидетели в последний раз видели 12-летнюю девочку. Напомню, спустя некоторое время ее тело нашли на территории заброшенного совхоза в пожарном резервуаре. Это место находится метров 500, наверное, до него отсюда. СМИ раньше писали о том, что здесь в поселке орудует якобы банда подростков, которые терроризируют местных жителей. Это действительно информация частично подтверждается. Да, здесь подростки то ограбят магазин, то сделают еще что-то. Местные не то, чтобы их бояться, но они жаловались уже на вот такую ситуацию в полицию. Полиция вроде как по их словам бездействовала. Давайте послушаем, что говорит местный житель. Да, их не банда, а собрались кучка отморозков небольших. И паковся, то варек залезут, замки сломают, то кого-нибудь изобьют. Изнасилование, ну вот жаловалась Лена, что дочь в прошлый год ее пытались изнасиловать или изнасиловали. И вот нынче убили ее, девочку эту. Ну, убивали тут у нас, убийство часто было. Сегодня здесь в поселке мы встретили бабушку одного из подозреваемых. Я напомню, что подозревают в убийстве девушки троих местных жителей, 25-летнего, 19-летнего и одного несовершеннолетнего молодого человека. Так вот, бабушка 19-летнего Родиона, который сейчас задержан, она не верит в его виновность. Говорит, что настоящие убийцы сейчас на свободе. Они разгуливают здесь по поселку, а взяли вот этих троих, якобы они ни в чем не виновны. И к тому же она жалуется на действия правоохранительных органов, что якобы подростка избивали, подростка пытали. Она предполагает, что он признался в этом преступлении исключительно из-за нажима полицейских. Давайте послушаем, что она говорит. Убийцам он ходит по деревне, мамаша тоже улыбается, ходит, а у нее деньгами и садят на них. Дуракон-то нашли, да, еще раз. Он не причастен, мы знаем, что он был дома в это время. Она у нее по деревне болтается все время, у мамаши уедет. И она за ней не следит, не смотрит. Ребенок беспризорный. Ее раз забирали, девчонок убирали в Ермаке. Оттуда отдали. Сейчас она идеальная мамаша. Не пьющая, не гулящая. Общаться с матерью убитой школьницы нам не удалось. Мы с пониманием относимся к тому, что она не хочет общаться с журналистами, потому что за, конечно, последние дни она многое пережила. И это и дни поиска, когда все еще рассчитывали, что девочку найдут живым. Ну, вообще, внимание правоохранительных органов, полицейских, конечно, это тяжело. Сам поселок Нижняя Коя, это, наверное, все-таки не какой-то забытый богом населенный пункт. Здесь около 300 человек, но здесь есть и школа, и клуб, и несколько магазинов. По современным российским меркам это не так уж и плохо. У нас еще много есть интересных подробностей этого дела, о которых мы расскажем и в завтрашних новостях, и в воскресных новостях. Так что ждите подробности. Виталий Поляков, Михаил Скачук, новости ТВК. Лето без отключения горячей воды возможно. Однако до этого нашему городу еще далеко. Такое признание сегодня сделали сотрудники СГК. Но в их силах сократить количество дней перекрытия. Поэтому компания в этом сезоне выполняет самую масштабную программу за 10 лет. Подробности в репортаже Анны Кузьминой. Сейчас мы находимся на одном из самых сложных и крупных объектов в этом году. Это замена тепловой сети, которая идет от ТЭЦ-2 на железнодорожный центральный и Октябрьский район. Сложная, потому что эту теплосеть на Матросово не меняли почти полвека. Последние годы ее часто прорывало. А теперь эта труба должна согревать еще и новые микрорайоны. По словам директора теплотранспортного подразделения СГК, пока после ремонта на этом участке рабочим можно не появляться 40 лет. А пока до конца летнего сезона ремонтные работы придется потерпеть на улице Красноярский рабочий, Ладо-Кицхавели и Марковского. Но это необходимо, чтобы прожить зиму без аварий, подать воду в новые микрорайоны и заменить неэкологичные котельные. К слову, горячая вода во время таких ремонтных работ у красноярцев есть. Нет воды только во время гидравлических испытаний, которые также проходят летом. И отказаться от них нельзя. На данном этапе в Российской Федерации действующее законодательство не позволяет полностью отказаться от этой истории. Объясню почему. Потому что гидравлические испытания обязаны действующими правилами. Без отключения потребителей испытания невозможны. Количество дней возможно сократить полностью. При данной схеме теплоснабжения больших городов невозможно. Я не знаю ни одного большого города в Российской Федерации, в котором не отключается горячая вода. Теоретически в будущем я мечтаю, что это будет возможно, когда заменят все тепловые сети города. Сегодня горячую воду жителям отключают только на 9 дней. И вопреки всем недовольствам, это еще малый срок для отключения, напоминают специалисты. Несколько лет назад горячую воду отключали дважды по 10 дней. Теперь в планах компании сократить ремонт до 7 дней. Однако есть другой вариант. Просто переподключить источник подачи горячей воды. Так случилось в четырех микрорайонах Советского района. Там вода появилась спустя три дня. Это удалось благодаря новым насосным станциям и водным переходам через Енисей. В целом, работу СГК депутаты городского совета оценивают положительно. Вот та технология, о чем нам сегодня рассказали, позволит сократить количество порывов, количество аварий, количество отключений. Это то, на что красноярцы всегда остро реагируют. И это позволит на самом деле содержать и жилищный фонд, и условия в нормальном состоянии. Работы действительно ведутся оперативно. Согласовано дальнейшее благоустройство. Все понятно, есть четкий график. И, в общем-то, радует, что все сроки и планы выдерживаются. Все работы на теплосетях продлятся до середины осени. Зеленые насаждения, которые пострадали в это время, в СГК обещают восстановить. А главное – уменьшить количество работ в следующем году. Анна Кузьмина, Сергей Токарев, Новости ТВК. В эфире Новости ТВК мы продолжаем. Каждый день простое лишает работы очередную тысячу красноярцев. Об этом рестораторы пишут в открытом письме губернатору Александру Усу. Его составила Сибирская ассоциация гостеприимства, которая рассказала о судах с поставщиками и долгах по кредитам. Члены ассоциации просят у губернатора разрешения открыться. Рестораторы говорят, что на доставке и с заказами на вынос не поддерживается бизнес. Доходы покрывают только зарплаты персонала, занятого в этой работе. Тем временем растут долги. Предприниматели уверены, что открытые салоны красоты, парикмахерские, спортивные и строительные магазины не менее опасны, чем работающие в полную силу рестораны и отели. Ограничения, связанные с пандемией, действуют в Красноярском крае до 12 июля. Правительство края пока еще не сообщило о возможном открытии заведений общепита. Недоступная помощь все чаще. Именно так говорят бизнесмены о мерах поддержки, которые власти ввели в условиях эпидемии. Напомню, правительство России разработало целый ряд программ по поддержке бизнеса. Это, например, беспроцентные кредиты на зарплату сотрудникам, освобождение от уплаты налогов, отсрочка по арендам платежам. Но рассчитывать на эту помощь могут только компании из списка пострадавших отраслей. Большинство предприятий в список не вошли, а те, кто вошел, как оказалось, получают эту помощь с большим трудом. Почему бизнес в России не может получить поддержку? Мы обсудим с руководителем Комитета по развитию малого и среднего бизнеса Союза промышленников и предпринимателей края Юлия Симбирева. Юлия на прямой связи со студией. Добрый вечер. Добрый вечер. Юлия, по вашим данным, с какими проблемами чаще всего сталкиваются предприниматели, когда обращаются за мерами поддержки? Ну вот частично вы уже обозначили, когда по условиям программы анонсирована одна, один порядок получения поддержки. По факту оказывается, что там начинается куча подводных камней. Вот из последнего такого яркого события, это когда в поддержке в компании, которая относилась к пострадавшим отраслям по федеральному списку, отказали в выплате на сотрудника в размере МРОТа, потому что они сохранили весь штат, но внештатных специалистов стало меньше. И уроны потому, что внештатных специалистов стало меньше, в поддержке было оказано. Это, к сожалению, не единичный случай. Только ко мне обращались еще две компании с подобными проблемами. Очень часто бывает, очень много вопросов к кредитованию. Например, по одной из программ, льготному кредитованию по выплате заработной платы, выяснилось, что кредит доступен только предприятиям, зарегистрированным до 31 декабря 2019 года. То есть всем тем, которые зарегистрировались в этом году, в кредите тоже отказано. И вот такие моменты практически по каждой программе поддержки. А какие меры поддержки сейчас наиболее востребованы? Ну сейчас почти все пошли за кредитами, все из пострадавших отраслей. А потом такая адекватная мера поддержки, как снижение страховых взносов с 30 до 15% тоже сейчас бизнес оформляет. Ну знаете, меры поддержки не очень эффективны, но их много. И вот кто на что может претендовать, старается получить это по максимуму. Не всегда получается. То есть недостаточно этих мер поддержки, которые озвучены на этот момент? Смотрите как, с точки зрения эффективности их недостаточно, потому что мер поддержки реальных, которые уменьшают расходы предпринимателя, да, или там отменяют какие-то платежи налоговые, их минимум. В основном меры поддержки связаны с отсрочками. Отсрочка по кредитам, отсрочка по налогам, отсрочка по сдаче отчетности и так далее. Эти меры поддержки бизнесу особой помощи не окажут, потому что, что такое отсрочка? Это значит, что нужно будет потом эти деньги выплачивать. А где они возьмутся, если доходов нет в принципе? Многие компании не работают. А как вы относитесь к тому, что сейчас некоторые ограничения начинают снимать, но при этом многие виды бизнеса по-прежнему не работают, но дополнительных мер поддержки власти уже не вводят? К тому же, вот понятно, что даже когда все ограничения снимут, покупательская способность в любом случае упадет. Мне кажется, вот сейчас магазины, которые продают одежду, с этим столкнулись. Я вот со многими общаюсь, и они так ждали открытия. Когда открылись, выяснилось, что никто особо не идет, потому что люди частично и на онлайн покупки перестроились. Но самое главное, у людей нет денег. Скорее всего, такая же история будет с ресторанами и кафе, которые также сейчас в ожидании открытия. Мы написали от Союза тоже письмо, чтобы с 12 июля все-таки эти заведения получили возможность работать. Как я к этому отношусь? Ну, учитывая, как у нас происходит самоизоляция в принципе, да, такие двойные стандарты. С одной стороны, рестораны не работают, но работают Леруа Мерлен. Ездят автобусы, электрички, где люди без масок общаются друг с другом, контактируют. Вот в такой ситуации, я считаю, что их нужно открывать. Спасибо большое. Это была Юлия Семберева, руководитель комитета по развитию малого и среднего бизнеса Союза промышленников и предпринимателей. Краем мы говорили о сложностях, с которыми сталкиваются предприниматели при получении помощи от государства. И отмечу, что ранее Центр стратегических разработок провел исследование на эту тему. Оказалось, что только 10% российских компаний смогли получить обещанную правительством помощь. Москва и область не вошли в список самых коррупционных регионов. Такой рейтинг составила Генпрокуратура. О нем сегодня рассказали РИА Новости. После списка в открытом доступе нет, но озвучены регионы-лидеры. Так самыми коррумпированными оказались Мордовия, Чувашия и Камчатка. Столица, которая славится своей иллюминацией, заменой брусчатки, несколько раз в год не оказалась даже в десятке. А вот Московская область и Санкт-Петербург даже попали в рейтинг регионов с наименьшим уровнем коррупции. В том же списке Хакасия, Алтайский край и Пензенская область. На каком месте Красноярский край не уточняется. Добавлю, что ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что количество выявляемых в России случаев коррупции растет второй год подряд. Беглого осужденного из Ачинска поймали на финской границе. Речь идет о Михаиле Голикове, который отбывал наказание за двойное убийство и разбой. Напомню, он сбежал еще в начале мая из больницы, куда его положили для лечения. Пропажу обнаружили сотрудники во время обхода. Голиков рассказал, что сбежав из медицинского учреждения, он поймал такси и на нем уехал из Ачинска в Новосибирск. Из Новосибирска автостопом добрался до Санкт-Петербурга. Оттуда пошел пешком в направлении финской границы. При себе у беглеца были фальшивые документы. Напомню, в 2006 году Голикова осудили за разбой, порчу имущества и убийство. По версии следствия, вместе с приятелем, он и его знакомый напали на двух мужчин и одного из них сожгли в его же машине. Голиков отбывал наказание в колонии. Позже суд смягчил наказание и его перевели в исправительный центр. Отмечу, в сентябре прошлого года Голиков жаловался на то, что его избили. Сотрудники ФСИН в ведомстве отвечали, что травмы осужденный получил, когда упал с носилок. Красноярцы в без масок начали штрафовать в автобусах, а жители Сибири станут свидетелями редкого солнечного затмения. Подробности в рубрике «Новости коротко». Сегодня пяти красноярцам выписали штраф за то, что в автобусе они находились без масок. Проверку устроили сотрудники Департамента транспорта и Главного управления ПГОЧС города. Контролеры сняли с линии шесть автобусов и один троллейбус, где зафиксировали нарушение. А еще оштрафовали пассажиров, которые ехали без маски. Отмечу, штраф за такое нарушение достигает 30 тысяч рублей. 21 июня жители Сибири станут свидетелями редкого астрономического явления, когда Солнце, Луна и Земля выстроятся в одну линию. Астрономы называют это явление «огненное кольцо». Из Красноярска, правда, будет видно лишь частичное затмение. Лунный диск начнет заходить на Солнце в час 10 по местному времени. В 2.05 окажется ближе всего к центру Солнца. Затем затмение пойдет на убыль. Полное затмение можно будет наблюдать в Эфиопии, Конго и на юге Пакистана, Северной Индии и Китае. В Красноярском крае популяция медведей достигла 27 тысяч особей. Это на 8 тысяч больше пика в 2013 году. Жители региона все чаще встречают хищников в населенных пунктах, поэтому в Минокологии решили сокращать количество животных. В Красноярском крае меняют старые лифты на новые. По программе капитального ремонта это одно из основных направлений. За три года установят более тысячи новых лифтов в 294 домах Красноярского края. Сегодня по адресу 60 лет образования СССР 7 проходила проверка работ по ремонту подъезда многоквартирного дома. В седьмом подъезде он еще на начальной стадии, установлен только лифт, а вот в первом подъезде ремонт уже завершен. Там заменили плитку на стенах и полу, установили новые почтовые ящики. По словам генерального директора ЖСК Андрея Жагорина, коронавирусная инфекция не нарушила сроков работ по ремонту подъездов. Те работы, на которые выходят наши подрядчики, они выполняют без нарушения сроков работ. И кроме того, будем так говорить, непосредственно те решения, которые были предложены жителями по ремонту подъездов, это соблюдение цветовой гаммы, плюс ко всему кафельная плитка в подъездах, входные группы. Все эти моменты наши подрядчики не нарушают. По словам генерального директора ЖСК, силы также направят на благоустройство и озеленение дворов и на замену систем газоснабжения. Их будут ремонтировать впервые. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Гибель 7-летнего мальчика, которого нашли на острове Татышев, может быть причастен. Его 12-летний знакомый об этом рассказывает источник комсомольской правды. По данным издания, мальчишки вместе играли, но в какой-то момент начали ссориться. Подросток вспылил и накинулся на малыша. Он держал его голову под водой, пока тот не задохнулся. В результате утопил и бросил у берега. Сам вернулся домой. Также источник сообщает, что мать погибшего тоже указывала на 12-летнего подростка. Якобы он часто бил ее сыновей. Однако они все равно общались. В следственном комитете и в полицию эту информацию пока не подтверждают. Напомню, 7-летний мальчик пропал вечером 2 июня. На следующий день его тело нашел рыбак у острова Татышев. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Возможной причиной гибели называют утопление. Решил помочь с переездом, а в результате погубил знакомого и получил срок. Смертельная авария случилась на Енисеи. Водитель катера не заметил танкер. В результате судна вместе с людьми пошло ко дну. По словам представителя следственного отделения, трагедия случилась 10 сентября 2019 года в Турханском районе возле села Бор. Мужчина решил помочь с переездом супружеской паре. Видимо, чтобы не сплавляться несколько раз, односельчане загрузили катер и даже решились на буксировку понтона. Во время переправы водитель судна не заметил нефтяной танкер. В результате грузовой самоход буквально переехал катер и он пошел ко дну. Спастись смогли только водитель и пассажирка. Муж женщины выбраться не успел. В начале июня Турханский суд вынес приговор водителю катера. Ему грозит два года и шесть месяцев заключения в колонии-поселении. Его нарушения заключались в том, что он, как я уже повторюсь, осуществлял движение, пересек главный судовой ход, не убедившись в том, что на нем нет других судов посторонних. То есть в встречном направлении по главному судовому ходу двигался танкер. Это такое большое судно, которое предназначено для транспортировки нефтепродуктов большого объема. У него не было на этом катере индивидуальной постройки, несмотря на то, что он, в принципе, был освидетельствован, речным регистром был пригоден для эксплуатации. Несмотря на это, у него на судне не было предусмотренных, предписывающих нормами безопасности судовождения, не было раций для того, чтобы вести переговоры с судами, которые находятся поблизости. Далее наша традиционная рубрика «Вопросы ЖКХ». Сегодня речь пойдет о тарифах за текущий ремонт и демонтаже окон. На общем собрании уменьшили тариф за текущий ремонт. Было 18 рублей 15 копеек, осталось 16 рублей 25 копеек. Разница ушла на вознаграждение председателя. Законно ли это? Тариф на содержание и текущий ремонт каждого дома предлагает для собственников управляющая компания. И на общем собрании собственников все собственники решают, какой у них будет тариф. Если управляющая компания согласна за 16 рублей 25 копеек за квадратный метр обслуживать и содержать этот дом, то это все нормально. А оставшиеся деньги, общее собрание собственников по своему решению, если есть более 50% голосов, 51 достаточно, приняла решение, что это будет на вознаграждение председателю совета дома, то это все законно. Вам необходимо обратиться в свою управляющую компанию, поднять протокол и посмотреть, что написано в этом протоколе. Нужно ли какое-то разрешение, чтобы заделать окно в угловой квартире? У нас есть многоквартирные дома в городе Красноярске, где действительно в угловых квартирах есть, допустим, в зале два окна. И жителям одно окно мешает, они хотят поставить шкаф или еще что-то. И многие заделывают кирпичами эти окна, то есть превращают как бы в комнату с одним окном. Что такое заделать окно? Это значит, у вас в доме происходит реконструкция или перепланировка, мы говорим. Согласно ЖК РФ, любая перепланировка за собой ведет множество согласований. То есть самому сделать это будет незаконно, необходимо есть целый перечень мероприятий, которые нужно провести, и плюс общее собрание собственников. Иначе все будет это незаконно. Продолжение следует...